Шалом, с вами Арфаил Перский, пацанник льваеческого арабы, короля Машеха и хасидский взгляд. Мы продолжаем изучение Иерусалимского храма. Мы сегодня пока что начнем с переносного храма, и сегодня и завтра, а уже впоследствии мы начнем изучать первый храм и второй храм. Переносной храм, мобильный храм, мобильный храм, переносной храм, место пребывания, Всевышнего. Всевышний сказал Моисею построить дом для Всевышнего, для самого себя. Сказал построить дом для самого себя. Когда был построен переносной храм? Когда евреи вышли из Египта, они двигались и получили Тор. После получения Торы, когда Моисей был, потом, после того, как получили и услышали 10 заповедей, Моисей поднялся на гору, и тогда еврейский народ сделали грех, грех золотого тельца. И казалось бы, что как можно теперь доверять еврейскому народу? Сделали большой-большой грех, идолопоклонство. И как раз таки и нет. Именно после греха золотого тельца Всевышний доверяет евреям. Он дает возможность построить переносной храм, построить дом для Всевышнего, дом для Бога. Чтобы он был в еврейском стане. Потому что переносной храм, он находился в еврейском стане. Вокруг него были расположены колена в Израилевы. Ближе всего, конечно, находились Куаним и Левиим. Но потом, на каком-то расстоянии находились еврейские люди, еврейские колена. И поэтому Всевышний пребывал именно в еврейском стане. Еще есть одно название. У переносного храма, у мобильного храма, назывался Оиль-Моэт. Оиль-Моэт это два слова. Оиль это палатка. Потому что храм, он был действительно переносной. И когда евреи шли по пустыне и останавливались на стоянке, они раскрывали палатку, собирали палатку, собирали переносной храм. Когда Всевышний считал, что нужно переходить на другое место стоянки, это все собиралось, упаковывалось и Левиим, и Левиим несли это все. Были части, которые везли на повозках. Были части, самые святые, как скрижали завета, как чек завета. Несли все время на руках, в руках. Значит, Оиль-Моэт. Что мы говорим? Оиль это палатка. Что такое Моэт? Моэт это время проявления Всевышнего. Когда Всевышний хотел говорить с Моисеем, он являлся в храм, переносной храм, и тогда приходил Моисей и разговаривал со Всевышним. Не было четкого времени, не было расписания, что в 8 утра Всевышний появляется в храме, и Моисей приходит туда в 8 утра на проверку, на доклад. Всевышний являлся Моисей. Поэтому это была неспланированная вещь. Вот как раз таки Моэт, это вещь неспланированная. Тогда, когда Всевышний определял, сам определял, что ему надо поговорить с Моисеем, тогда Моисей приходил в переносной храм и разговаривал с Богом. Поэтому он еще назывался, помимо переносного храма, он назывался Оиль-Моэт. Строители храма. Строители храма написано, написано в Торе было два человека. Биццалель и Элиав. Биццалель был из почетного семейства, почетного рода, из колена Иуда. А Элиав, он был простой, из простой семьи. И из самого малочисленного колена Дана. И вот как раз таки у этих людей Всевышний дал им особый талант, особые способности к тому, чтобы строить храм. И строить все, что нужно для храма. Конечно же, были еще люди, которые занимались, и мужчины, и женщины, которые помогали. Были искусственные работники. Например, ткать, ткать специальные ковры, работать по дереву, работать по золоту. То есть была целая бригада, бригада специалистов, бригада людей, которые обладали большим талантом и умельцами. Они были большими, и они помогали Ильяву и Биццалелю в работе построения храма. И, конечно же, Биццалель и Ильяв, они были руководителями. Они знали точно, что и как делать. Если у них даже возникал вопрос, они шли к Моисею и спрашивали. Всевышний в Торе дал четкие и точные размеры храма. Храма. И поэтому все делалось с большой точностью. Потому что работа, еврейская работа, и то же самое наша работа. Вы посмотрите, что в еврейской молитве, в еврейском служении все играет место, все играет роль. Мы должны быть пунктуальными. И все, что касается Митцвы, есть очень много разных тонкостей и очень много разных вопросов. И действительно, евреи идут к раввину и спрашивают, какие тонкости, о которых человек думает, еврей думает, он волнуется. Он хочет, да, сделать хорошо, он хочет сделать самое лучшее, что может быть. И поэтому он идет и спрашивает, и уточняет. То же самое, конечно же, еще в большей мере было при построении переносного храма. Все должно было быть идеально. Потому что строят для Всевышнего дом. Поэтому это была очень ответственная работа. И, конечно же, весь еврейский народ, весь еврейский народ приносил, можно сказать, пожертвование, трумот. Найвите это, трума. Да, то есть приносили до такой степени, что Моисий сказал, все, хватит нести, было золото, было серебро, были ткани, были кожи. То есть еврейский народ хотел, очень-очень хотел участвовать и построение храма хотя бы тем, что приносит вещи, которые потом они будут использованы в строительстве храма. Хотел вам напомнить, подписывайтесь на наш канал, канал Хасидский взгляд. И мы будем стараться каждый день выпускать фильмы с описанием и пояснениями Иерусалимского храма. И другие вещи, которые связаны с Бейтник Дашем. И поэтому нам очень важно, чтобы, и это мотивирует, когда люди подписываются, люди интересуются, ставят лайки. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вы получали напоминание, что вышел новый фильм. И мы будем стараться каждый день выпускать новую информацию про Иерусалимский храм. Эти три недели очень-очень важно изучать и жить этим, жить. Будущим, будущим, будущим третьим храмом. Но когда мы будем все это изучать, начиная от Переносного храма, первый, второй храм, у нас уже будет чувство, что скоро, и так оно и будет. Не только чувство, но так оно и будет. Мы участвуем в построении третьего храма и участвуем в Геуле, в полном и окончательном освобождении. Итак, мы продолжаем рассказывать о Переносном храме. Храм, значит, он находился, сам храм находился в центре. Он был шириной в 5 метров и длиной в 15 метров. Он состоял, значит, стены этого храма были сделаны из дерева, называемое шитим. Эти деревья посадил Яаков, когда спустился со своей семьей в Египет. То есть он в пророческом даре это видел. И когда евреи выходили из Египта, Моисей сказал все эти деревья забрать с собой, зная, что в конце концов они будут использованы для построения храма. Эти деревья, большие платы были построены, значит, сделаны так, что они были покрыты золотом. И они вставлялись в такие серебряные розетки, чтобы они были друг к другу. И потом соединялись специальным брусом. И тогда вот эта вот вещь образовывала крепкую стенку. Стенку храма. Крыши, как таковой, из дерева у храма не было. И поэтому было три слоя специальных тканей. Первая ткань, она была сделана из льна и шерсти. Ее женщины соткали специальную ткань, которая находилась на первом уровне этой крыши. Вторая прослойка была из шкур козла. И третья, она была тоже из кожи, она была из кожи баранов, баранов-самцов. И были такие специальные, больше это не встречалось в природе. И только во время построения храма были такие животные, которые назывались тахаш. Тахаш, это было одноруговое животное. И вот эти шкуры тахаша использовались для третьего уровня, наружного уровня в переносном храме. Внутренне, значит, что было внутри? Внутри, значит, был специальный ковер, который разделял здание на две комнаты. Первая комната, наружная, она называлась кодыш, святая, святость. И там располагались такие вещи. Значит, в первую очередь там был золотой жертвенник, на котором приносились благовония каждый день, на этом золотом жертвеннике. Потом была менура, на нем зажигались тоже каждый день свечи, менура, и стоял золотой стол для хлеба. Этот хлеб пекли раз в неделю, и он там находился всю неделю. Вот эти вещи были в внутренней, в наружной комнате, в святой. Значит, разделяло эти две комнаты специальный ковер, и он назывался порохот. И сейчас в синагоге, если вы зайдете, то вы увидите, что на Аронакодыш, то есть в шкафу, где находятся святокторы, есть ткань, тоже она называется порохот. Это в честь и в память того, что был в переносном храме порохот, который разделял эти две комнаты. Вторая комната, она называлась «Святая святых», там находились ковчег завета. Что такое ковчег завета? Он был сделан изнутри тоже, он был из дерева, потом он был покрыт золотом. Там находились скрижали, и первые, и вторые. То есть первые скрижали, которые Моисей разбил. Осколки этих скрижалей. Потом были вторые скрижали, которые Моисей получил. Вернее, не получил, а сам их сделал. И на крышке находились херувимы. Херувимы с открытыми крыльями. В помещение в это, в «Святая святых» никто не имел права зайти. Кроме коина, главного коина. Раз в году, в день искупления, в Йома-Кипурим, имел право только зайти в коин. Главный коин. Завтра мы продолжим изучение переносного храма, мобильного храма, и будем уже изучать, что было снаружи. Жертвенник, специальный двор, и все остальные моменты, которые были связаны с переносным храмом. Будьте с нами, ибо из Раташем то, что мы учим, то, что мы учим и проникаемся этой учебой, оно дает Всевышнему большую радость. И нам большую радость. И поэтому мы действуем и строим наш храм, наш третий храм, и приближаемся к полному окончательному освобождению. Ихи Адонейну, морейну и рабейну, мелаха М�иях, леолам веет. Даздрастуит, Ребе, король М�иях, вовеки веков.